На этом любительском видео кошка Муська. Маленьким котенком ее вместе с братьями и сестричками в коробке оставили у дверей приюта. К счастью, очень скоро у Муськи появился хозяин, который переживает, как бы кошке вновь не пришлось оказаться в приюте. Мне пришла повестка на мобилизацию. Я обзвонил всех родственников, обзвонил всех друзей. У кого-то аллергия, у кого-то нет места. В общем, я не знаю, что делать. Начал подавать объявления в соцсети. В общем, если в ближайшее время не найдется хозяин, не найдется дом для моего верного друга, хотя бы на то время, пока я служу, то мне ничего не остается делать, кроме как просто обратиться в приют. К слову, в Барнаульском приюте Ласка уже находится 650 собак и 180 кошек. Его руководитель Софья Куликова говорит, на неделе, когда стали призывать мобилизованных, количество звонков действительно увеличилось. Люди приспрашивались на всякий случай, уточняли о временной передержке. Начали поступать звонки от граждан, которые просят принять своих хозяйских животных по причине мобилизации. У нас вот позвонила женщина, сказала, что у нее мужа забирают, а у нее две собаки. Причем, однако, это огромный алабай, а вторая типа лайки, у нее трое детей, и вот уже сейчас заберут, и вроде как ей нет возможности с ними справляться. Количество объявлений с просьбой забрать в добрые руки любимую собаку или кошку увеличилось в социальных сетях и на других платформах интернета. А зоозащитники уже переживают, что многие из этих животных могут просто оказаться на улице. Боязнь будущего и так далее, она очевидно может спровоцировать отказ от животных, да, то есть многие люди, вероятно, не будут иметь возможности их дальше содержать, и поэтому мы понимаем, что сейчас переустроить животным, то есть найти новых хозяев намного сложнее, и есть такой риск, что больше будет оказываться на улице. В приюте «Ласка» пока не увеличивают количество будок и вольеров. Надеются массового отказа от животных не будет, но обращаются ко всем неравнодушным и приглашают стать волонтерами приюта. Елена Кузовкина, Дмитрий Денисов. День с толком.